Ну, это частичный фейк, частичная реальность, частичная угроза, а частично доведенные до отчаяния люди просто нашли в лице исламских радикалов и осколков саддамовских военно-политических структур, силу которых возглавила, мобилизовала, оседлала, дала им ценностное направление и двинула вперед. По большому счету, ИГИЛ — это восстание значительной части суннитского населения на бывших колониальных территориях и на территориях государств, которые созданы колонизаторами, по сути дела, против того существования, в котором они пребывали. Это исламское восстание, да. Но оно удивительно совпало с таким очередным витком европейского молодежного нигилизма. Оно происходит на исламской территории, но я вижу визуальное его отображение, оно абсолютно европейское на самом деле. Эти видеоролики, даже то, какие психологические нюансы затрагивают те, кто контролирует информационную пропагандистскую работу ИГИЛ, это делают европейцы, это делают не мусульмане, не арабы. Я очень хорошо знаю арабов-мусульман. Я прекрасно понимаю, что это делают люди, которые обладают диалектическим, очень структурированным сознанием. Традикальный ислам Ближнего Востока, такой хаотический и во многом такой, как бы замкнутый в себе, встретился в лице ИГИЛ с европейским нигилизмом. Студенты Сарбона 1968 года носили на своей груди портретики Мао Цзэдуна, далекого китайского коммуниста, который где-где-то там строил какие-то коммуны и избивал мотыгами носителей чуждой культуры, феодальной и буржуазной, натравливая молодежь. И вот представим себе, что заставляло французских интеллектуалов 1968 года, исполняя благополучных буржуазных семей зачастую, грезить казарменным коммунизмом Мао Цзэдуна. А что заставляет сегодня французских интеллектуалов или британских интеллектуалов, исполняя благополучных буржуазных семей, грезить жесткой шариатской реальностью исламского государства? То же самое. Абсолютное неверие в реальность того, что они видят в Европе, в так называемом западном мире. Ложь правящих элит и, поверьте, Ципрос и его предательство, это лишний раз тому подтверждение. Они считают, что весь западный мир прогнил, как и считали, допустим, в 19 веке нигилисты. Что западный мир правящей элиты и залгался, как считали радикалы и правые, и левые в 20 веке. Что все тут происходит не по-настоящему. А где настоящее? А настоящее там, на Ближнем Востоке. Характерно, что Ульрика Майнхоф, одна из немецких интеллектуалок, основатель РАФ, Ротармия Фронта, террористическая интеллектуальная немецкая группировка 70-х годов. Одна из лучших журналисток Германии. Портрет на обложке Шпигеля был. Она несколько раз получала премию «Золотое перо». Она вела журнал «Конкрет», левый, посвященный профсоюзному рабочему движению. Была матерью двоих детей и вполне такой, как бы, успешной журналисткой. Она тоже, как бы, тянулась к Ближнему Востоку. Как бы, рафовцы ездили в палестинские лагеря. Правда, они нашли там не то, что грезили. Грезили-то они городской гериллией, связанной там с групповым сексом, с такими анархическими коммунными городскими. А там достаточно строгая дисциплина. Но вот новое поколение, считайте, радикалов, Ульрика Майнхоф, оно нашло в лице радикального политического ислама, в лице Аль-Каиды, тех, с кем они наконец-то договорились. Но это союз именно таков, это союз европейского интеллектуализма, совсем не каких-то там мигрантов, у нас тут выдумывают псевдоспециалисты, а именно коренных европейцев. Именно они являются сутью европейского нигилизма. Именно Ульрика Майнхоф писала в своих статьях, обвиняя немецкое общество в том, что вы хороните людей в детских там, в детских садах, в школах, в банках, в магазинах. Ну, такой, как бы, такой антисоциальный, радикальный нигилистический протест. Сегодня эти ребята, которые в свое время были преданы Советским Союзам, в котором они исхали для себя опору, которые поняли, что коммунизм и социализм – это всего-навсего философия, приводящая к более-менее благоустроенному стойлу и кормушке, ради чего не стоит ни жить, ни умирать, по большому счету. Нашли в философии и религии, которая говорит о том, что смерть – это ценность, и что она не имеет большого значения, ну, достойных для себя идеологическую подпитку. Я считаю, что это очень серьезное явление, очень серьезное событие. Оно имеет гораздо больше европейское содержание, чем ближневосточное. Для Ближнего Востока война – это норма жизни, причем такая война, которую мы видим. А вот для Европы – это очень серьезное явление. Поэтому европейцы так забеспокоились и забегали, когда мы видим то немца, то англичанина, то французы, которые там с таким кайфом дают интервью в окружении каких-то бородатых непонятных людей. Характерно, как одного какого-то мальчика из хорошей европейской еврейской семьи, 14 лет, который хотел сбежать в ИГИЛ, спрашивают потом, а что ты хотел-то сбежать? Что тебе не хватает? Говорит, да у вас же все выдумано, а там убивают по-настоящему и вообще все по-настоящему. Когда папа Варе Карауловой говорит, что ей не хватало, я купил ей собаку. Это он говорит дочери, которая изучает Ницше на философском факультете. Такое тупое непонимание молодого поколения. Но это, конечно же, все описано Тургеневым в отношениях Кирсанова и Базарова. Понимаете, мы это в школе проходили. Кирсанов не может понять Базарова. Ну, что Базарову не имется? Что он лягушек режет? Что он там ставит под сомнение ценности бога или ценности либералов старшего поколения? Ну, почему он не хочет быть хорошим? Почему он хочет быть плохим? Ну, потому что достало. А дальше читайте записки из подполья Достоевского. Там тоже все это описано. Пишет подпольный человек. Примерно такая мысль. И даже если вы построите мне город из алюминия, это он с четвертым сном Вера Павловна из романа «Что делать?» полемизирует, в котором у вас все будет совершенно и все будет волшебно. Я вот винтик вывинчу в нем, чтобы все рухнуло. Потому что я человек и не хочу этого вашего совершенства. Вот этот вот нигилизм совпал с радикальной интерпретацией шариата. Очень серьезные события. Очень серьезные явления. Но Россия это угрожает в меньшей степени. Потому что Россия так далеко находится от философии современного европейского нигилизма, как только можно представить на данном этапе. Посмотрим, как будет лет через пять. Потому что русские, как известно, быстро учатся. Стоило и Гегеля перевести на русский, как сразу у нас образовались. Понимаете? Белинский, Петрашевский, Хомяков, Оксаков с Герценом в виде оппонента и Огаревым. Поэтому посмотрим. И история развивается весьма любопытно в эту эпоху постмодерна. Она, конечно, интерпретирует старые сценарии 19-20 века. Ну, посмотрим, что будет. Очень интересные события. Очень опасные. Очень радикальные. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...